уважаемые близнецы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале у которого с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию вторую прогноз на неделю с 10 по 16 октября включительно что вас ждет в этом периоде что мы сегодня будем рассматривать основные события вашей жизни в зависимости от того что будет показывать расклад также мы рассмотрим вашу рабочую деловую сферу ваши финансы возможные доходы расходы долги и кредиты внешний мир скрытые факторы что в них позитив или негатив подведем итоги этой неделе посмотрим какими для вас могут быть выходные не также рассмотрим и вашу личную жизнь и те кто в паре и те кто пока в свободном поиске в раскладе будет участвовать карта основного совета и также традиционно вы сейчас можете загадать картам один вопрос желания карта который я достану произвольном порядке самые последние после выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданные вами вопрос поэтому думайте сейчас о своем желании работаю я на колоде таро арканум помогать нам будет оракул затмения которые вы видите на столе и также для дополнения я буду использовать колоду золотое таро потечили вот эта колода думайте сейчас о своем вопросе кому нужно больше времени для того чтобы загадать свой вопрос желания можете нажимать на паузу думайте еще и мы с вами начинаем колода полностью готова и так ваша первая карта на начало этого периода уважаемые близнецы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваш расклад начинается с карты двойки жезлов и в центр вашего расклада в крест вашей судьбы выпало три подряд карты жезлов первая карта двойки жезлов говорит о вашей внутренней активности активности вашего мозга но по факту эта карта предполагает то что в чем-то вы немножечко чего-то выжидаете на чем-то размышляете чем-то не спешите если говорить о начале этой недели конкретно о понедельнике то скорее всего в понедельник вы не будете начинать ничего важного и эта карта вам не рекомендует начинать что-то важно именно в понедельник понедельник больше проходит в размышлениях в рассуждениях в анализе вашей жизни возможно вы взвешиваете все за и против что лучше делать чего не делать конечно эта карта предполагает то что очень много мыслей по поводу финансов а конкретно по поводу того что денег может не хватать даже если меня смотрите люди которые зарабатывают и на какие-то важные или большие проекты денег по факту нужно гораздо больше чем у вас есть наличие именно поэтому вы думаете как подзаработать или как заработать возможно кто-то думает о спонсорской помощи но эта карта уравновешенности внутреннего спокойствия а это говорит о том что свою энергию вы не тратите впустую вы ее не тратите на то что не нужно до сегодняшнего дня многие из вас в жизни уже чего-то успели достигнуть добиться но вам хочется конечно же гораздо большего и на входящие события на эту неделю выпала карта старшего аркана влюбленных обратите внимание на то что и первая и вторая карта предполагает выбор но карта влюбленных может говорить напрямую о выборе в любви может быть во что-то волнует и в личных отношениях в особенности тех кто в паре те кто в семье потому что для семейных выпали две сложные карты это 10 мечей и девятка жезлов которые могут говорить о внутренних конфликтах или о неудовлетворенности вашей в этих отношениях но в то же время эта карта поддержки кого-то того кто рядышком с вами и это говорит о том что вам будет с кем разделить свою радость и свою печаль вам будет с кем пообщаться вам будет с кем посоветоваться также сама по себе эта карта предполагает и определенная жизненная равновесие несмотря ни на что даже тех кто в паре эта карта предполагает то что вас могут одолевать какие-то искушения из внешнего мира возможно вам кто-то оказывает знаки внимания или кто-то нравится вам поэтому вашей душе может быть дилемма но для кого-то эта карта напрямую может говорить о наличии треугольников и о том что по этому поводу вашей душе все-таки возникают знаки вопросов в то же время эта карта показывает вашего ангела-хранителя который вам помогает который тоже вас поддерживает и не дает вам сбиться с истинного пути на этой карте я вижу два человека которые тянутся друг другу карты благоприятны для любого рода партнерства поэтому и вторник и среда положительный для того чтобы решать или начинать решать какие-то важные вопросы скорее всего все равно в чем-то у вас могут быть определенные сомнения но опять-таки повторюсь ошибку вы не сделаете потому что внутри вас вы в чем-то уже свой выбор сделали и эта карта предполагает то что в чем-то ваш выбор уже предопределен и будет так как должно быть и на центральные на кармические моменты для вас выпала восьмерка жезлов карта огромной активности и она говорит о том что пик активности на этой неделе будет для вас в середине этого периода это может быть четверг пятница вот примерно в эти дни вас действительно ждет успех вас ждет радость и вас ждут какие-то возможности карта может показывать и важные дороги и важные встречи и любовь потому что восьмерка жезлов великолепна для любви она может показывать и встречи и свидания и переписку и для кого-то новые знакомства для кого-то важные рабочие дороги встречи переговоры которые тоже по этой карте пройдут на высшем уровне для вас даже для тех кто работает посредством интернета на расстоянии эта карта может показывать соцсети то что кто-то заинтересован ваших предложениях либо вы кому-то что-то способны предложить интересное и вас слышат то есть эта карта взаимообмена положительного энергиями а это говорит о том что многие из вас способны заработать и заработать неплохо также эта карта может показывать любого рода передвижения связанные не только с работой ну и может быть с вашей личной жизнью то есть вы спешите решить все и сразу одновременно тем более что и на внешний мир для вас выпала замечательная карта старшего аркана которая тоже предполагает дороги и возможности эта карта колесницы и эта карта показывает прорыв в тех делах которые для вас наиболее важны благодаря вашим амбициям но если говорите женщина кто скорее всего на вашу жизнь в чем-то может влиять мужчина или где-то вы в чем-то сами будете проявлять мужские черты характера тем более что в крест вашей судьбы выпала карта короля жезлов карта темненького мужчины либо кориглазово может быть даже рыженького либо это мужчина огненной стихии овен лев или стрелец по гороскопу но возможно это два человека потому что по колеснице это может быть еще один мужчина который тоже может влиять на вашу жизнь и тоже положительно потому что оба этих человека вам чем-то будут приносить удачу если говорить о мужчинах то для вас скорее всего очень важно в этом периоде себя проявить показать какие-то свои самые лучшие качества и достоинства тем людям с которыми вы тесно связаны для вас важно чтобы вас оценивали для вас важно чтобы вас говорили для вас важно чтобы с вашим мнением считались и так оно и будет но также в кресте вашей судьбы я вижу одну довольно таки сложную карту это девятка жезлов мы ее видим с восьмеркой видите 8 9 эта карта говорит о некой обороне и возможно то что многие из вас постоянно испытывают напряжение из-за чего-то вы ждете или каких-то неприятностей или каких-то проблем карта может говорить также о каких-то старых не до конца решенных или закрытых задачах которые дают о себе знать в этом периоде и вам приходится попутно решать и какие-то старые проблемы или карта может показывать какой-то старый но важный для вас конфликт в котором для вас важно отстоять свою правоту как бы там ни было по этой карте противостояния у вас может быть с кем угодно когда вы что-то кому-то пытаетесь рассказать или доказать но правота или правда на вашей стороне в своих высказываниях и в своих убеждениях вы также не одиноки потому что есть люди которые полностью разделяют ваше мнение и готовы вам тоже помогать теперь посмотрим что будет происходить у наших семейных пар для семейных выпало 10 мечей и карта девятки жезлов обе эти карты говорят о том что отношения сложные отношения напряженные отношения болевые для двоих партнеров вы оба этих отношениях страдаете и каждый по-своему но вы почему-то выглядите больше жертвой чем ваша вторая половинка ваша вторая половинка постоянно с вами воюет ваша вторая половинка почему-то от вас ждет каких-то конфликтных ситуаций или проблем поэтому он или она по поводу чего-то в том в чем проявляет несогласия будет высказываться может быть именно поэтому на завершение этого периода для вас выплатит пятерка чаш которая говорит о огорчениях из-за личной жизни может быть что-то вас огорчает по поводу бытовых моментов имущества вам может казаться что вас не слышат или вас не понимают но у вашей второй половинке точно такое же мнение десятка мечей к сожалению может показывать и болезненное состояние в доме то есть в доме вы как будто бы не отдыхаете а наоборот к чему-то болезненно относитесь или если меня смотрят те у кого есть какие-то старые проблемы по здоровью в этом периоде стоит поберечься потому что возможны все-таки обострения но внутренняя сопротивляемость вашего организма очень сильно поэтому я не вижу того чтобы вы не могли подлечиться но здесь я вижу что-то в состоянии хроники что-то в запущенном состоянии даже по этому поводу вам кажется что вы друг друга не слышите и не понимаете поэтому может быть вы и испытываете внутреннее одиночество но центральная карта карта которую мы видели на входящие события на этот период карта влюбленных говорит о том что вам все-таки нужно попытаться пойти на какой-то компромисс на диалог для того чтобы между вами появилась слышимость и по картам в особенности по центральной я вижу что вы способны что-то все-таки менять и в доме и в отношениях что ждет наших свободных близнецов для свободных выпала карта королевы чаш карта старшего аркана отшельника и карта четверки монет в общем-то три неплохие карты если говорить о женщинах я вижу ваши прекрасные внешние данные об этом говорит сама королева вы как настоящая королева и внешне красиво и творчески наполнена очень много философских рассуждений о жизни о смысле жизни о своем собственном предназначении желание в чем-то совершенствоваться и в чем-то развиваться вы показаны как очень творческий и очень глубокий человек очень тонкая натура вы способны помогать другим людям вы способны проявлять благородство вы способны кому-то сострадать если говорить о женщинах несмотря на ваши прекрасные внешние данные все-таки я не вижу полного ощущения счастья потому что отшельник показывает одиночество даже если вы с кем-то знакомитесь или встречаетесь скорее всего по отшельнику вы боитесь сделать ошибку вы оцениваете человека вы являетесь прекрасными психологами поэтому вы способны увидеть и те недостатки которые человек от вас пытается скрыть изначально также есть и переживания и волнения связанные с финансами по четверке монет я вижу что деньги у вас есть и многие из вас может быть ранее пытались откладывать накапливать и для тех у кого есть денежный резерв для вас важно сейчас не потратить вы пытаетесь в какой-то момент где-то сами на себе сэкономить постоянные размышления по поводу того что дальше в работе для тех кто работает как двигаться как зарабатывать больше если вы на сегодняшний день уже с кем-то в отношениях по центральной карте вы пока не уверены в том ваш ли это человек вы немножечко отворачиваетесь от этого человека потому что не видите того чего вы от него изначально ожидаете может быть каких-то подарков может быть еще чего-то человек скуповат рядышком с вами это явно не тот рыцарь о котором вы мечтали но в то же время ревность возможно в чем-то неуверенность себе карта отшельника для кого-то может показывать духовного наставника духовного учителя человека который для вас чем-то является проводником или действительно вас чему-то учит может быть вы у кого-то берете определенные знания может быть вы с кем-то будете делиться своими знаниями потому что по этой карте к вам еще могут прийти за поддержкой и вы ее обязаны кому-то оказать даже те кто имеет основную работу вы должны что-то пересмотреть в своей финансовой сфере возможно вам нужно поднять оплату за свои услуги потому что я вижу отдачу в работе вашу для кого-то но материально вы не получаете то чего заслуживаете также у многих из вас размышления по поводу вашего здоровья может быть кто-то думает о том что нужно пройти обследование и для кого-то карта отшельника исключительно для некоторых может показывать врача с одной стороны хотим подлечиться с другой стороны может быть деньги жалеем но тем не менее для тех у кого есть основная работа для свободных я не вижу чтобы вы свою работу потеряли даже те кто пока без работы я вижу что финансово вы все равно будете на плаву по четверке монет также эти карты с одной стороны показывают вас ваши прекрасные внешние данные с другой стороны природную скромность тем не менее карта отшельника всегда предполагает поиск поэтому если вы не уверены в том партнере который рядышком с вами просто не спешите и ваш поиск может еще продолжаться тут все зависит от вас в особенности если меня смотрят женщины если рядом с вами уже есть мужчина я вижу что это высоко духовный тоже интеллектуальный человек но финансово он вам не может дать скорее всего то что вы на сегодняшний день хотели бы видеть если говорить о мужчинах скорее всего есть женщина которая вам нравится или которой нравитесь вы но вы явно по отшельнику не спешите со своим выбором но теперь давайте возьмем дополнительные карты на рабочую деловую сферу всех тех кто работает и те кто не работает восьмерка жезлов уже говорил о том что многое у вас будет получаться и многие способны заработать но возможно вам нужно знать что-то еще карта повешенного может показывать некоторое ожидание но в вашем случае повешенный выпал перевернутом виде а это говорит о том что что-то в работе меняется но очень медленно или возможно вы в работе себя в чем-то чувствуете некомфортно или вы считаете что вам приходится чем-то жертвовать ради работы либо внутри работы может быть во имя кого-то или ради чего-то давайте возьмем для вас еще одну карту как совет эта карта мага показывает вас как людей очень способных людей которые вопреки всему всегда первые всегда лучше поэтому если меня смотрят люди которые руководят другими людьми это однозначно заслуженный авторитет также имея одну основную работу по этой карте я вижу что вы способны заниматься чем-то еще параллельно здесь тоже все зависит от вас карта может показывать и совмещение работы и учебы и может быть получения какого-то нового опыта интересного для вас и помогу работаете вы на кого-то или на себя вам в чем-то нужно быть твердыми и уверенными конечно эта карта планирования эта карта блистательного ума прекрасной стратегии поэтому никто вам никакого зла причинить не сможет и давайте посмотрим что нужно знать тем кто пока без работы но вы в активном поиске для вас выпала карта королевы монет и для женщин и для мужчин эта карта предполагает то что работу вы можете найти но скорее всего не сразу еще не на этой неделе хотя на этой неделе возможно вам кто-то что-то будет предлагать или вы что-то для себя находите но размышление об этом говорит и первая и карта потом мы видим ускорение возможно вас кем-то будут встречи переговоры и чуть позже скорее всего вы для себя в чем-то получите положительный ответ но эта карта также может говорить о том что в этом периоде вас финансово может поддержать женщиной или от женщины что-то зависит в вашем трудоустройстве или женщина поможет с работой если говорить о женщинах близнецах и вы хотите открыть какое-то свое дело для вас по королеве монет это возможно но возможно вам к чему-то нужно лучше подготовиться или что-то лучше продумать делать что-то очень взвешено и не спеша но у вас все должно получиться и в дом финансов для вас выпала активная карта короля жезлов поэтому если говорить о мужчинах вы точно сможете заработать благодаря тому что вы очень активны и общительны также вы понимаете что в вашей работе многое зависит от вас самого а здесь я вижу что вы держите все под контролем даже если с кем-то в делах или из-за денег у вас возникает некоторая конфронтация вопрос будет решаться вашу пользу также если на этой неделе кто-то из вас все-таки попытается прокрутить провернуть крупные сделки благоприятно середина недели но финансово многие из вас способны в этом периоде хорошо заработать или приумножить свои деньги тем более что на внешний мир выпала карта прорыва карта колесницы удачи и успеха и под вашими ногами я вижу три замечательные карты которые выпали вскрытые факторы это шестерка жезлов радостные вести возможности получения чего-либо важного для вас и также рядышком две карты которые напрямую говорят о удачах карте туза монет туза пентаклей финансовая удача и рядышком мы видим колесо фортуны и последующая неделя в чем-то будет благоприятно либо те деньги которые вы сможете в этом периоде заработать вы сможете куда-то также дальше удачно вложить и снова их провернуть и у вас есть возможности что-то приумножить но по колесу фортуны возможно вы слишком где-то рискуете но в вашем случае риск должен быть оправдан вас действительно ждет очень много важных встреч разговоров касающихся работы может быть каких-то новых проектов новых возможностей я вижу то что вы сами собой будете довольны в конечном итоге но на завершение этой неделе все-таки выпала пятерка чаш которая говорит о усталости о некой эмоциональной подавленности из-за может быть личных или бытовых каких-то ваших моментов выходные я не вижу желания что-то делать не хочется делать ничего если вы ничего не хотите делать не делайте отдыхайте но не впадать ни в какие депрессии ни в какие слезные состояния потому что кто-то здесь сидит и печалится на свою судьбу на свою жизнь что все плохо и в преобладанию вашем раскладе все-таки позитивные арканы поэтому не придумывайте себе то что у вас все плохо или то что ваша ситуация безвыходная даже в личных отношениях вы способны что-то менять и в быту вы способны что-то менять за вашей спиной две полные чаши но в силу своей подавленности или усталости вы пока этих шансов либо не видите либо не хотите видеть сознательно от чего-то закрываетесь или уходите от решения каких-то проблем даже может не быть желания с кем-то вообще общаться ну давайте возьмем для вас карту основного совета на основной совет выпала карта старшего аркана справедливости или карта правосудия для тех у кого в подвисшем состоянии вопросы которые проходят через казенные дома это может касаться любых бумаг счетов может быть у кого-то судов может быть у кого-то оформлений или переоформлений вот этим всем нужно будет заниматься самое ближайшее время также эта карта кармы и судьбы причин и следствий и она говорит о том что все что происходит в вашей жизни на сегодняшний день не случайно даже если вы имеете какой-то негатив значит вы его заслужили и вы должны в своей жизни что-то пересмотреть проанализировать понять в чем были допущены ошибки раньше для того чтобы не допускать их впредь также эта карта говорит о том что у вас завышенное чувство справедливости в отношении других людей окружающего мира но вы по этой карте должны быть честны сами с собой то есть вы должны понимать что не так делаете вы и эта карта говорит о том что вы не должны кого-то обижать потому что что посеешь что и пожнешь или то как вы себя будете вести в этом периоде отразиться на ваше дальнейшее будущее и эта карта предполагает анализ абсолютно во всем во всех сферах жизни и теперь давайте посмотрим ответ на ваш вопрос сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта королевы жезлов конечно эта карта дает ответ да если меня смотрят женщины во многом ваш вопрос будет зависеть от вас самой но вы должны проявить активность свои самые лучшие огненные качества карта предполагает то что вы должны уметь пользоваться своим окружением а значит вашем окружении есть люди на которых вы способны повлиять или вы способны этих людей организовать или за счет этих людей вы способны что-то сделать поэтому вам нужно будет только щелкнуть пальцами кого-то к себе подключить и тут же прибудет помощь эта карта говорит о некой тактике хитрости даже о некоторых интригах если этого требует обстоятельства то и это не будет лишним но эта карта может показывать любую темненькую женщину или рыженькую от которой ваш вопрос тоже может зависеть также я вижу что на вашу жизнь влияет какая-то семейная пара меня могут смотреть семейные пары для семейных что-то зависит от согласованности ваших действий а вы в чем-то действуете раз согласовано и давайте посмотрим что еще вам нужно знать для этого я беру оракул затмения достанем три карты информация и для женщин и для мужчин возможно этот оракул раскроет что-то то что не раскрыла вторую давайте смотреть замечательно три замечательные карты даже если бы я хотела выбрать их специально я бы долго искала а тут они все сами вошли в руку все три карты показывают божественную защиту карта лилии покровительство высших сил покровительство небес это ваша внутренняя вера которая не должна меркнуть которую вы не должны терять эта карта ваши внутренние молитвы эта карта вашего ангела но эта карта может показывать и конкретного мужчину особенности для женщин который в чем-то может являться для вас опорой и поддержкой скорее всего человек постарше может быть для кого-то эта карта показывает врача должностное лицо чиновника или просто старого важного проверенного друга и карта лотоса тоже говорит о очищении о обновлениях эта карта тоже говорит о защите и о помощи божественного проведения вашей жизни карта звезд говорит о том же самом это ваши звезды это ваша путеводная звезда которая будет вести вас за собой все три карты показывают огромные возможности поэтому не плакать не унывать не сетовать на жизнь а наоборот идти за своими идеалами а по этой карте я вижу что у вас может быть достаточно много амбиций возможно на многие из ваших планов потребуется время об этом говорит карта звезд но у вас многое будет получаться также эта карта может показывать из соцсети и важную информацию получение важной информации через соцсети дополнительное образование также ваши связи и контакты которые у вас довольно таки большие которыми вы всегда способны воспользоваться напитайтесь энергией через экран которая исходит из этих карт просто сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов медитируя на эти карты эти карты могут показывать долголетие выздоровление оздоровление возможности в работе это что божественная сила всегда с вами на этой позитивной ноте сегодня мы с вами и закончим я вам всем конечно желаю огромной удачи подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас важно и полезно и я не прощаюсь с вами я вас всех жду на следующей неделе всем до свидания